Всем привет! Боевой журналист здесь, и со мной сегодня Ислам Джанга Жангаразов. Уже через несколько дней ему предстоит бой против Александра Севера, это будет реванш. И в преддверии этого события мы пообщаемся, обсудим интересные моменты из карьеры Ислама. Давай начнём с того, как ты пришёл в кулачку. Я знаю, что это была очень интересная история, потому что ты не знал, что у тебя будет кулачный бой, и приехал драться по ММА. Да, было такое, мне позвонил в матчмейк, предложил, я отправлял заявку на ММА, мне предложили бой, и я поехал. Прилетаю на месте, знаю, что я дерусь по кулачке. Я иду обратно, прилетел с другом, я советы с другом, говорю, блин, прикинь, как мне кулачка, я думаю, ММА, говорю. Он говорит, ну, тебя же по-любому колено, говорит, там, травмированный был, говорит, а что ты на кулаках, что ли, дрался? Ну, пойди, пойди, говорит, давай, поддеремся. Я вот сейчас, давай, поддеремся. И вот так залетел, короче. Даже не думал, да, что ты будешь выступать по кулачке когда-нибудь? Или ты смотрел кулачку уже до этого? Смотрел кулачку, но в мыслях него, что я буду выступать, ну, как-то не тянуло мне. По кулачку у меня была цель ММА и выступать только по ММА. В ММА у тебя есть поражение от Хадиса Ибрагимова. Ты недавно выкладывал рилс, очень грустный. Я знаю, что ты на тот бой выходил, не зная, кто такой Хадис Ибрагимов, опять же. Не, я ходил, я знаю, кто такой Хадис Ибрагимов. Я просто, когда выходил, я не знал, в какой весовой я буду рад, потому что тогда были такие глупые матчмейкеры на тот момент в Хадкоре. И они мне сообщили, что мы делимся 93 килограмма, а я весил 89 килограмм, приезжаю. Я достал нависать, что этот матчмейк удивился, что я такого не удержусь. Я думаю, а чего такого? А когда я приехал на Хадкор, и этот, и развивающую зону, я начал развиваться, в моменте приходят Хадис, и я тогда вижу, что Хадюш, и тогда я примерно понял, почему так матчмейк удивился, что я хочу драться в будущем 89 килограмм, там стоите, 125-127 килограмм. Я такой, иду к тренеру, говорю, там, говорит, что-то весовая, перепутали. И этот матчмейкер спрашивает, а так я забыл, говорит, там, сказал, что у вас 93 плюс. А я почему не подумал, что 93 плюс, потому что он до этого выступал только 93, а 93 плюс он никогда не дрался. И такой, блин, да, ни хрена себе, как тут делал. Он говорит, ну, что, надо подраться. Ну, по мне даже видно, когда я зашел в клетку, я был удивлен, что-то рассерен, не понимал, как с ним работать, с тяжелым. Это мой первый гость в тяжеловесах, я не понимал. Да, я еще, даже я тогда на тот момент даже не был пол-чужом, потому что я дрался на 77 килограммах в пол-чужах, и только подрался один раз. А ты не смотрел его антропометрические данные, что он очень высокий, что у него руки длиннее, чем у тебя? Ну, как бы, в принципе, нет, потому что у меня всегда у всех соперников руки длиннее, чем у меня, и рост всегда так, в принципе, не обращается. Я просто обращал внимание на то, что он чуть-чуть медленный, когда вес гоняет, что очень такой слабый физически бывает, что вес поменьше. И рассчитывал на то, что у меня сихил хватит на именно на это. Ну, ты тогда решил заднюю не давать, но проиграл, и в итоге ты жалеешь о том, что ты вышел на этот бой? Я до сих пор думаю, если я тогда не вышел бы, у меня, может, все по-другому было. Потому что после этого боя я, может, где-то морально сломался, и очень долгое время просто, ну, важно, когда у тебя нолик, и ты прям сильно тренируешься, ты, чтобы этот нолик сохранить, ты прям до сиху пота себя выжил. А когда вот этот бой прошел, я проиграл, я все в голове понимал, ну, все же, и как-то чуть-чуть подзабыл, ну, хер забил на все, можно сказать. Ну, сейчас у тебя бой с Севером, и ты на конференции сказал, что нужно тренироваться, а не херней страдать. Вот к этому бору ты тренируешься? Да, я к этому бору тренируюсь, готовюсь. Ну, хотя у меня мало времени, но я тренировался, у меня было ровно 25 дней, вот 25 дней я тренировался, готовился. Я видела, что Александр готовится прям с боксерами, хотя у него нет какой-то хорошей боксерской школы, но, видимо, он решил серьезно подойти. Ну, у него менеджер неплохой, у него менеджер хороший, он его везде тащит, везде им привозят спарринг-партнеров, но, как я понял, он с менеджером настроен на то, что выиграет меня. Ты настраиваешься на нокаут или нет? Потому что Север был в нокауте. Я очень сильно настраивался на нокауте, я прям хочу, очень сильно хочу нокаутировать его. Я вообще начал весь гонять, в итоге мне менеджер позвонил, предложил, говорит, давайте, без гад, без СССР, да я так подумал, блин, ладно, без СССР, так, без СССР. В принципе, я почеку, в каком весь играться. Но ты не стал чуть-чуть гонять, чтобы на ногах быть полегче? Нет, я придерживаю диету, я держу диету, я постоянно правильно питаюсь, сейчас на данный момент у меня режим. Я 23.00 всегда ложусь вовремя, пытаюсь режим держать. Поэтому нам нужно успеть записать это интервью. На прошлой неделе была очень обсуждаема тема, кто сильнее, Али Багов или Хабиб Нурмагомедов? Я знаю, что ты боролся, спарринговал с Али Баговым, расскажи об этом опыте. Али Багов в боях и Али Багов на тренера, как два раза халил, но на тренера он реально как хал, он просто вот у него просто дурь, просто непонятно. Я не знаю, что откуда они дурь реально, скорость просто не реально. И он, многие говорят, что он стоки не медитации, он и стоки рубится постоянно. Просто я не понимаю, ну в боях, походу он чуть-чуть морально не готов к этому, что он просто боится проиграть, поэтому стоки не работает особо. А то он умеет и руками бить, может и ногами бить, и локсями, коленями, он все умеет. А ты как думаешь? Я так скажу, я просто тренировался и с Хабибом в одно время, я так скажу. Ну, Хабиб все равно чуть-чуть на уровне, чуть-чуть выше. Именно мастерства, да? Мастерства, я бы сказал, да, он чуть-чуть разнообразнее, как бы. Я видел его бокс, я видел его борьбу. А с Хабибом ты... И физически, и физически, и физически. Он очень крепкий тоже. Хабибом я пересекался у него в зале на сборах у Абдул-Манапа в 2019 году. Но я также видел, как тренируется Ислам Махачев. Я бы сказал, насчет мастерства и класса, Ислам Махачев на две головы выше, чем они оба. Первое место Ислам Махачев, потом Хабиб, потом Алибагов. Я бы сказал, именно по Арсеналу, потому что они умеют именно по Арсеналу. Если взять физические кондиции, я считаю, что реально Багов реально равных нет. Если он с такими тяжелыми парнями, как ты, умудрялся в пары вставать, то получается, да. Да, он борется с тяжами и с полутяжами. Он и сам не маленький, он весит в межсезоне 93 килограмма. Я не знаю, видел ты у меня на канале или нет, но шорт с твоим участием набрал больше 110 тысяч просмотров. Джанго, какого хрена? Бля, сколько раз он мне хватал? Нет, простите, я не делаю, ёб твою мать, бля. Там пусть, там пусть, там пусть. Его там пояс вручают, пока ты здесь ходишь, бля. Там пусть вручают. Конь на хулачку снимать, бля, ёб твою мать, бля. Подержи капот. Серёжа, а где синяя развивалась? Синяя-то хуня с у меня. Это видео, которое я снимала, когда ты ушёл из боя с Севером и пошёл под трибунки, и там кричал очень громко. Я не помню, просто это там. Ты не помнишь этот момент, когда ты кричал? Нет, я вообще не помню. Я просто помню, что у меня очень много кто кружился, я даже не помню, что пояса делать. А почему вообще у тебя такая реакция получилась? Ну, была реакция, я вообще чуть-чуть чувствовал себя не очень перед боем, так сказать. Чуть-чуть были проблемы. Ушел на бой, в бою, прям перед боем я очень сильно обливанул, прям меня тащило жёстко в голову, в ушах заложило жёстко. И в моменте, во время боя что-то я вообще не понимал, что происходит. Я пошёл, ноги на автомате встал, и мне судья говорит, всё, останавливал бой. Я в непонятках уже, ну, на нервах сказал, что за хрень, ну, не прям заматерился, говорю. Смотрю свой угол и спрашиваю, ну, что за хрня, говорю, там происходит. И мне никто не отвечает, и просто он говорит, всё, заканчиваю. Я просто в этот момент тут просто на нервах взял и выскочил. Ну, такой принципиальный бой, и останавливает тебя в такой уме. Ты не думаешь, что сейчас в реванше ты тоже можешь так отреагировать? Нет, вообще нет. Я надеюсь, в реванше меня создаёт, и всё будет в порядке, и я выскочу в полном. Но здесь ещё психологическое равновесие. В этом бою больше не психологическое я была. Из-за того, что я физически, у меня были проблемы, именно проблемы были физически. Из-за этого я чуть-чуть был на нервах, из-за этого. У меня не получалось делать то, что я умею делать в боксе. И последний вопрос, который я хочу обсудить, это бой с Магомедом Нальгеевым, бойцом нашего дела. Как ты считаешь, этот бой состоится? Этот бой состоится, этот вопрос надо задавать матчмейкерам нашего дела. Потому что со мной связался менеджер Нальгеева, сказал, раз ты так газуешь, почему ты не принимаешь бой? Я ему сказал, я принял бой, я всегда готов, я заряжен. В любой момент просто могут мне позвонить и отправлять контракт, я согласен. А почему у вас вообще возник конфликт с Нальгеевым? Я не знаю, кто ты возник, просто по счету, бывает же слово. Он что-то сказал, я ему ответил, вот так, пошел, поехал. А если он встретил на нашем деле, я ему сказал, он сказал, что-то ему так, он начал там ветер, воду, ты, Гарри, не принял бой. Как я не принял бой, если я сказал свое согласие? Он почему-то решил, что я не принимаю бой, откуда он эту информацию берет, я не знаю, кто ему эту информацию доносит, что я не хочу с ним драться. Я с ним готов драться, вообще без проблем. Он из себя никого не представляет. Если ему наше дело дало пару мешков, и он чувствует себя каким-то великолепным боксером, это не так. Я могу выйти и доказать обратное. Сейчас, после боя с Севером, у тебя какая дальнейшая цель? Подраться за пояс с кулачки с Анани на реванши этапе. Это самый такой просматриваемый, обсужаемый бой будет, в любом случае, реванши. А сейчас там Даут вернулся, я думаю, что он тоже будет претендовать на пояс. Да, я не знаю, кто там будет претендовать, но этот пояс должен быть моим. Это отличная, реально очень серьезная цель. Ислам, я желаю тебе сейчас выйти в хорошем физическом состоянии, в психическом состоянии на бой с Севером. Все, можешь сказать спасибо своим хейтерам. Спасибо моим хейтерам, за счет вас я зарабатываю большие деньги. Спасибо. Хейте мне еще больше, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.